Всем привет! Меня зовут мистер Ченнинг и у меня есть мотоцикл Мечта. Harley Davidson Routkin Classic. 97-го года. Пакет. Пакет вернулся. Тот самый пакет, который у меня раньше здесь висел, который потом куда-то исчез в неизвестном направлении. То есть он в какой-то момент, видимо, ушел от меня, но он вернулся. И нашли его, представляете, пакет мне прислали прямо из Москвы. Специально человек запарился и... Человека зовут Лёва. Лёва, спасибо тебе за пакет. Вот. И запарился человек и принес этот, вернул этот пакет мне. А сегодня я хочу с вами поговорить о том, чем накачивать пневматические подвески старых турингов. Все, кто ездит на турингах, там, по-моему, до 2004-го, там, или 2005-го года, не знаю, когда у них там пропала передняя и задняя пневмоподвески, значит, знают, что спереди подвеска подкачивается и сзади подвеска подкачивается. И вот как раз-таки, скажем, инструменты для подкачки вот этой подвески, они могут быть, ну, достаточно разнообразные. Но теперь у меня уже спустя годы, спустя большой период времени, у меня появился опыт. И сегодня я вам, наверное, покажу варианты, которыми я качал и которыми я буду качать подвеску на данном этапе, скажем так, своего сожительства с Харлей Дэвидсоном. Как всегда, наверное, с таки небольшой бардачок. Вот, ну, это не помешает нам посмотреть варианты. Смотрите, это первый насос, который я купил. Вот, это насос для велосипедных подвесок. То есть он вроде как бы всем хорош, да, но у него шкала, шкала до 400 psi, 400 psi. А максимальное давление в Харлейских подвесках 30 psi. То есть тут вот где-то буквально, буквально совершенно тут в начале стрелочка, да. Насос, это, значит, у меня прослужил, наверное, где-то сезон и благополучно сдох. Сдох, каким образом, вот здесь вот в соединении два колечка и просто перестал держать давление. Подкачка происходит-то каким образом? Вот такая вот мудреная система. Есть, кстати, точно такие же, но с, скажем так, с защелкой, с таким чокером. Раз, раз. Ну, как на старых насосах. То есть сначала мы заворачиваем вот эту штучку, да, на ниппель. А потом уже сам ниппель открывается, закручиваем вот эти штуки. Вот, и сейчас, в данный момент, когда пытаешься вот этим насосом накачивать, давление все, оно выходит благополучно вот отсюда. То есть сама пневматическая система, сам насос, он работает, но вот этот узел оказался откровенно слаб. То есть буквально я им один сезон попользовался, стоил он, наверное, тысячу полторы, блин, ну, короче, немножко даже обидно. Ну, а это кнопка стравливания. Ладно, подумал я, думаю, хрен с ним. То есть поскольку уже появился у меня негативный опыт вот с такими насосами, да, вот почему-то, я говорю, он у меня вышел из строя за буквально, говорю, один сезон. Может быть, связан с тем, что он лежал в кофре и от вибрации там что-то с ним произошло. Ладно, подумал я, начал искать альтернативы, в инструкции написано. Ну, и по своим ощущениям я бы не стал качать компрессором, потому что подвеска Harley, она крайне такая невместительная. К компрессорам будет слишком большой поток воздуха и есть вероятность того, что что-то оторвете. Поэтому был найден вот такой вот насос. Это насос, наверное, от восхода, от ижака. Короче, вы видите, все в хорлейских традициях. Кстати, этот насос я длительное время возил с собой. Вот этим насосом я подкачивал подвеску. Сейчас я достану шланг. Шланг вот такой вот. Короче, все в лучших традициях совка. Так, значит, со шланга была обрезана резьба. Сейчас укорочена где-то у нас фокус. Вот здесь была спилена резьба, укорочена. Потому что здесь слишком длинная резьба, пока ты наворачиваешь его, пока отворачиваешь, у тебя все давление выходит. Но я потом приноровился. Вот здесь буквально заворачивается на две нитки. Вот здесь у нас стоит резиновое колечко. И наворачиваешь на насос. Вот сюда, в это отверстие. И накачиваешь. Давление мерил я электронным манометром. Вот таким вот манометром мерил давление. То есть после подкачки. И если нужно, стравливать. Самый простейший манометр, но самое интересное, что он относительно точный. Конечно, это неудобно. Конечно, это вызывает определенные сложности. Но уже когда приобрел сноровку, приобретаешь какой-то опыт. Вот такой вот подкачки, накачки подвески. Давление в подвеске проверяю где-то раз в месяц. Как бы, ну, затруднение оно не вызывает. Я долгое время искал вот эту вот штуку. Это оригинальный Харлеевский насос подкачки. Это последняя стадия страдания над Харлеями. И, наверное, последняя стадия перфекционизма. Думал я, подыскивая этот насос. Дело в том, что на ebay этот насос можно приобрести в районе 50-60 долларов. В России эти насосы, там, цена вообще совершенно разная. То есть, по адекватной цене найти было его достаточно сложно. То есть, обычно, там, цены на эти насосы начинались там тысяч от шести, восьми. По-моему, последний раз за восемь тысяч я этот насос видел. Вот. Но вот этот насос, я благополучно наткнулся на него на авито. И, благодаря, опять же, нашему адепту с Харле Чата Лёве, сделка состоялась, я его купил. Стоил он 4 250 рублей. Не знаю, много это или мало, но дело в том, что насос, насос почти новый. То есть, он почти не использовался. Вот тут, смотрите, даже есть какие-нибудь инструкции, инструкция к насосу. Понимаете? Оп. То есть, все тут расписано, тролливали, все как положено. То есть, как, что, где, как накачивать. Кстати, ну, он как бы фирменный, да, Харлеевский этот насос. Но сделал он по традиции. Где у нас этот ярлык? Сделал он по традиции в Тайване. Здесь написано Тайвань. Вот. Но, я говорю, я охотился очень долго. И в итоге, в итоге получился он эти. Смотрите, какая красота. Вот ты его берешь, он такой прям, ну, очень-очень приятно в руке подержать. Я говорю, ну, последняя стадия. Самое главное, что здесь нормальный манометр. Здесь манометр 10, 20, 30 Пси. То есть, очень-очень удобно, скажем так, сразу подкачивать и проверять. И, ну, сделан он так, достаточно качественно. Это тоже тут кнопка стравливания. Но вот здесь, вот, видимо, организован какой-то обратный клапан. Потому что эта штука такая громоздкая, металлическая. Вот. И, ну, вот, вот он прям. Четок приятненько, хорошо работает. И ощущения с эргономической точки зрения прям от него самые такие приятные. Давайте, я, наверное, покажу, как все это работает. Ну, просто, это, знаете, не хвастовство. Это просто я показываю, что, ну, действительно, это удобно. Удобная штука. И если у вас будет возможность приобрести такой насос за недорого, при сохранении стоковых подвесок харлейских. Если вы решите, решили сохранить стоковые подвески, да, вот эти вот пневматические, то, ну, приобретите, вам будет удобно. То есть это у нас задние амортизаторы, а это у нас передняя вилка. Видите, я даже камеру повыше поднял, чтобы, чтобы вам было лучше видно. Видно, видно там, манометр, видно. Ну, я надеюсь, что видно. Все. Вот. Задняя подвеска, да, 18 PSI на данный момент. Очень, очень так, знаете, аккуратненько стравливаем, ну, скажем, до 10, да, там, можно даже до 12, все, стравили, да. Я обычно заднюю подвеску качаю в районе 15-16 PSI. С пассажиром, без пассажира, но я как бы дрищ, поэтому, поэтому, ну, мне, мне, ну, нормально, комфортно, мне хватает. А накачка вот происходит таким образом. Все. Вот. Грубо говоря, обратно накачали вот эти 18 PSI. Чуть-чуть стравим, да. Вот, где-то будет 15 PSI. Все. Вот, где-то середина. Все. Все, отвернули. Очень отворачивается, ну, там, буквально выходит чуть-чуть совершенно воздуха. Все. Задняя подвеска накачана. И передняя подвеска тоже качает 18 PSI. Вот, как-то, ну, мне кажется, это такая для меня золотая середина. Мне этого хватает. Вот, видите, собственно, она накачана. Ну, и... Это я просто пробовал на этой неделе, поэтому накачал, да, где-то в районе 18 PSI. Вот. И накачивается, спускается точно таким же образом. То есть очень-очень удобно и эргономично, скажем так. Вот, таким образом посмотрели, как качаются подвески, да, переднее, заднее желание. У меня заменить подвески нету. Ну, частенько меняют, сзади ставят прогрессив суспенджен там или битурбо. Переднюю вилку там тоже меняют элементы некоторые и тоже она становится без подкачки. Но меня, в принципе, все устраивает. Пневматическая подвеска на Харлеях, ну, во всяком случае на моем, она достаточно надежна. Поэтому проверяю я давление раз там в месяц, ну, в путешествии, да, в дальнике, может быть, где-то раз в пару недель. Потому что нагрузки, все равно пробег, да, с пассажиром. Вот, поэтому проверяю почаще. Но, как правило, в подкачке и корректировке, вот, накачиваешь там 18, да, спереди PSI, сзади накачиваешь 15 PSI. Корректировки, ну, практически никогда не требуются. То есть всегда давление нормально. И, ну, естественно, зависит от, сильно зависит от температуры окружающей среды. На улице теплее, давление выше. На улице холоднее, давление ниже. Вот. И, как мы сегодня посмотрели, на мой взгляд, самый вот удобный девайс, это для подвески, для Харлеевской подвески, это оригинальный Харлеевский насос. Казалось бы, ну, такая простая вещь, но это действительно, действительно удобно и действительно функционально. Ну, а как альтернатива, это вот эти вот насосы для велосипедных подвесок, которые высокого давления, но там вот этот манометр слишком, тарировка неудобная. И, я говорю, вот по моему опыту, он у меня там, его хватило на сезон, и после этого он стал негерметичен. Поэтому пишите комментарии на этот счет, о чем вы качаете подвески в турингах. Может быть, вы уже поменяли, и подвески вам вообще не нужна эта система. Вот. Но меня устраивает, в принципе, нормально, все, без проблем. Вот. Напомню, что у нас есть замечательный телеграм-чат, благодаря которому, опять же, я сконнектился с товарищем, который мне помог выкупить насос, за что ему еще раз огромное спасибо. В этом чате мы общаемся на различные мототемы, в основном, естественно, на Харлее, да, там видео, картинки, там все очень у нас интересно и душевно. И напомню, что каждое воскресенье с 18.30 до 19.00 начинается воскресный Харли стрим. Тоже беседуем онлайн на различные мототемы, вот, ну, с видеорядом, там, с некоторой долей интерактива, то есть я могу какие-то картинки вам там показывать, да, если вы там какие-то вопросы задаете, что-то пояснять. Ну, в пределах, конечно, своих каких-то околодилетантских знаний, вот, поэтому, если кому интересно, заглядывайте. Ну, а сегодня с вами, как всегда, был мистер Ченнинг, всем вам большое спасибо за поддержку, за комментарии, за вашу адекватность, это, кстати, это важное дело. Всем вам большое спасибо за внимание, будьте здоровы, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok